Безнаказанность приводит к развитию вседозволенности. Нарушению закона и эгоизму. Зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Сотрудниками Следственного комитета направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Следственным отделом по городу Карачайску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней женщины. Было установлено, что 15 декабря 2021 года обвиняемая родила ребенка в комнате общежития, в котором проживала. Сразу после этого, желая скрыть факт внебрачной беременности и родов, чтобы не быть опозоренной за это перед членами своей семьи и иными лицами, которые могут ее осудить по морально-этническим принципам, решила убить своего новорожденного ребенка. Реализуя преступный умысел, женщина, осознавая противоправность своих действий, задушив младенца в коридоре общежития, положила тело в пакет, вынесла его на улицу и оставила на земле, недалеко от места совершения преступления, где он и был найден 27 декабря 2021 года. Как сообщалось ранее, согласно заключению эксперта, младенец являлся живорожденным. У него были обнаружены признаки механической асфиксии. 28 декабря 2021 года по факту обнаружения накануне трупа новорожденного ребенка в городе Карачаевске было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ по факту убийства матери новорожденного ребенка. За период предварительного следственного проведен большой объем следственной работы, допрошен круг лиц, которые могли явиться очевидцами данного происшествия, допрошены жильцы близлежащих домов рядом с участком местности, на котором был отнужен труп ребенка. В районе более 300 судебных экспертиз, в том числе генномалипулярных, с целью становления матери ребенка проводились оперативно-наскные мероприятия, иные процессуальные действия. В результате данной работы удалось установить женщину, причастную к совершению данного преступления. Вопрос по раскрытию данного преступления немного осложнялся тем, что с момента совершения преступления она сменила место жительства. Преступление произошло в одном из общежитий города Карачаевска. В дальнейшем после совершения преступления она уехала в другой населенный пункт, где продолжала работать, проживать, и по адресу места проживания, где непосредственно было совершено преступление, она не являлась. В дальнейшем удалось установить ее личность, задержать. Вину свою она признала сразу, рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего. С ее участием была проведена проверка показаний ее на месте, где она на территории помещения общежития указала место, где она родила данного ребенка, указала место, где она задушила его, и в дальнейшем положила его в политеарный пакет и вынесла на улицу, где ее оставила. На сегодняшний день ей предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело окончено производством и направлено в суд, для рассмотрения по существу. В данной работе по раскрытию данного преступления участвовали все подразделения нашего следственного управления, дел криминалистики, методическую помощь оказывали сотрудники контроля следственного дела, на место происшествия в том числе выезжало и руководство следственного управления, для того, чтобы на месте посмотреть обстоятельства, которые могли быть полезными для раскрытия данного уголовного дела. Говоря о мотивах совершенного преступления, мы беседовали и допрашивали подозреваемую, дальнейшем обвиняемую. Среди мотивов она указывала то обстоятельство, что не хотела, чтобы ее родным и близким стало известно о ее внебрачной беременности и в последующих родах. В связи с этим она решила совершить данное преступление и убить своего нового рожденного ребенка. Проводились химические экспертизы, в том числе ряд экспертиз пришлось назначать за пределы Карачао-Черкесской республики, но они все были оперативно проведены и в принципе в трехмесячный срок данное уголовное дело было раскрыто и окончено производством. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесской республике просят оказать содействие в розыске забитого Мухаммада. Приметы без вести пропавшего на момент исчезновения рос примерно 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжерусые, глаза карии. Был одет в момент исчезновения светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном. Джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки. Особые приметы на голове шрам. Главным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 Головного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетнего по факту безвестного исчезновения забитого Мухаммада Шамильевича 10 мая 2017 года рождения. В ходе предварительного следствия установлено, что 8 мая 2021 года примерно в 12 часов малолетний Мухаммад, проживающий по адресу Республика Дагестан, Хасавюртовский район, город Хасавюрт, поселок Аэродром, улица Котовского, 6-й проезд, играя во дворе своего домовладения, вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Всем, кому что-либо известно о местонахождении забитого Мухаммада, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике просит сообщить в Главное следственное управление СК России по СКФУ по телефону 8 962 015 55 77. С целью получения практического опыта сотрудники Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии провели практическое занятие при ликвидации аварии в шахте. Отделом криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике на регулярной основе проводятся совместные занятия со следователями и сотрудниками различных правоохранительных органов и специализированных служб с целью получения опыта и улучшения взаимодействия в условиях чрезвычайных ситуаций и происшествий техногенного характера. Были отработаны вопросы взаимодействия спасательных служб в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в подземной шахте. В результате слаженной работы сотрудников следственного управления и спасателями задачи практического занятия, а именно принятие меры организации поисково-спасательных действий, оказание помощи пострадавшим, осмотры места происшествия, обнаружения, фиксация и изъятие следов преступления и использования криминалистической техники выполнены в полном объеме. 16 марта 2020 года с отделом криминалистики было организовано и проведено совместно практическое занятие по теме действия следователя в условиях чрезвычайной ситуации, а именно в условиях обвала шахт. Данное мероприятие, практическое занятие, было проведено совместно с подразделением главного управления МЧС России по Карачаевской Республике, а именно с подразделением взводом горно-спасателей, рубским взводом горно-спасателей. Занятие проводилось на полигоне Грубского горно-спасательного взвода, панилизированного горно-спасательного взвода. В данном мероприятии, практическом занятии, приняли участие следователи, непосредственно личный состав панилизированного взвода горно-спасателей, и в ходе практического занятия были отработаны взаимодействия спасателей и следователей, отработаны методы работы в условиях чрезвычайной ситуации, в условиях шахты. И с поставленными задачами следователи в целом успешно справились. Практические занятия планируются заранее, по плану, составляемый на полугодие, и они проводят систематически по наиболее актуальным вопросам следствия с целью повышения практических навыков следователей на месте происшествия. Мероприятия по профессионально-должостной подготовке со следователями отделом криминалистики, следственного управления проводятся регулярно, в том числе и практические занятия. Так, например, в прошлом году проведено пять практических занятий, три из них масштабные с привлечением значительного количества людей с выездом на полигоны. Вот, к примеру, в феврале месяце со следователями следственного управления проведено было учебно-практическое занятие, осмотр места происшествия по фактам совершения криминальных взрывов, где следователи выехали на полигон совместно с другими подразделениями правоохранителями, это при непосредственном участии и содействии сотрудников Росгвардии, провели данное занятие, то есть учебные подрывы, осмотр места происшествия. Второе учебно-практическое занятие, такое же масштабное, с участием более 120 человек, с привлечением более 120 человек, провели в мае месяце. Здесь участвовали не только следователи, но и сотрудники главного управления МЧС России по Крачевской Республике, были привлечены волонтеры, общественные организации, в частности казаки, водолазы, в связи с чем эта тема данного практического занятия предусматривала взаимодействие между службами при проведении поисковых мероприятий. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Крачево-Черкесской Республике в социальных сетях. В целях обеспечения наиболее широкого доступа населения к информации о работе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике функционирует официальная группа в социальной сети ВКонтакте и Телеграм-канал. Сообщество регулярно информирует граждан о проделанной работе Следственного управления, а также о мерах по раскрытию преступлений, результатах расследований судебного рассмотрения уголовных дел, о проводимых руководителем Следственного органа приема граждан, о проводимых общественных и социальных мероприятиях. Работа официальной группы следственного управления в социальной сети ВКонтакте нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей. Особое внимание уделяется сведениям о нарушении прав несовершеннолетних, в особенности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и иных незащищенных слоев населения, а также сообщениям о преступлениях под следственных органам Следственного комитета РФ. Гражданам представлена возможность направлять оформленные надлежащим образом сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в корректной форме, высказывать свое мнение о работе следственного управления по Карачао-Черкесской республике, а также сообщать иную значимую для работы ведомства информацию. Также со страницы в социальной сети ВКонтакте вы можете перейти на официальный сайт следственного управления по Карачао-Черкесской республике и в случае необходимости направить обращение в интернет-приемную. Сдержать безнаказанность в человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон. Ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа следствия СКР-09. До встречи через месяц. Всех благ и не переступайте черту закона, за который последует наказание. Субтитры создавал DimaTorzok